Встречу с публицистом, журналистом Алексеем Греком невозможно представить вдали от Енисея. Река и писатель уже не одно десятилетие, единое целое. Их знакомство состоялось в начале 60-х, когда Алексей Григорьевич приехал в Красноярский край из Украины. На строительстве коммунального моста через Енисей познакомился с будущей супругой. С тех пор Сибирь и небольшой поселок Майна стали для писателя вторым домом, а мощная река, буквально местом работы. С начала 60-х Алексей Грек трудился на строительстве Красноярской ГЭС, в 70-е возводился и на Шушенскую, затем Майнскую, гидроузел во Вьетнаме, профессия инженера гидротехника позволяла. Масштабные стройки для журналиста по первой специальности и писателя по призванию не могли остаться просто работой. Естественным было желание каждый шаг отражать на листе бумаги. В рабочие будни удавалось лишь вскользь фиксировать свои наблюдения, зато вечерами и в выходные рождались художественно-публицистические строки, которые легли в основу будущих произведений писателя о реке, плотине, человеке. Журналистика и гидроэнергетика, они очень тесно связаны. Гидростанцию строит человек, строит те тысячи людей, тысячи судеб, которые для журналиста, это естественно, очень интересны. Вот в таком конгломерате человеческих судеб, человеческих характеров и ты становишься и закаляешься, и каким-то образом богаче становишься. Богатство же слова Олесь Грек впитывал в процессе общения с именитыми мастерами пера. Сибириками Анатолием Чмыхало, Виктором Астафьевым, Георгием Кублицким. Творческий диалог закалял Грека как писателя и никогда не было обито на замечания, вспоминает автор. Они показывали, ну вот смотри, вот ты вот так сделал, ну это же вот 10 раз лучше, посмотри. Бог переворачивается одно и то же предложение и совсем по-другому расцветает, потому что их мастерство, их мастерство, которые же были, они делились с тобой как с человеком, у которого, ну, ну как бы есть стремление, есть желание писать. Ну если хочешь, ну смотри тогда, учись. Между тем, первые шаги в области литературного творчества Олесь Грек сделал еще в школьные годы. Писал заметки в Стенгазету, затем новый уровень, печатание в журналах. Сегодня в творческой копилке автора-публициста солидное число книг. Потомки Ермака, Сильнее Енисея, Саяно-Шушенская Гэсна, Сплотина Сплотила и многие другие занимают почетное место на полках библиотек Хакасии, Сибири и страны. Творческие труды отмечены высокими наградами. Одна из самых ценных, по словам автора, это медаль Пушкина за сборник «Саянский венок» Пушкину. Произведения этого классика, наряду с книгами Тараса Шевченко и Николая Гоголя, одни из любимых Олеся Грека. К примеру, повесть Тарас Бульба, самая зачитанная, буквально стала настольной книгой писателя. В свою очередь, настольной книгой библиотек совсем скоро станет издание уже самого Алексея Грека «Весенняя ступени». Оно включает и известное произведение автора, и свежее, тираж 800 экземпляров. Несколько из них в канун юбилея публицист собственноручно подписал для читателей. Книжка начинается с большого очерка, который называется «Исполин России». «Исполин России» — это Енисей. Я написал о Енисеев энергетическом. Это любопытный взгляд. Я уверен, что он поможет читателю, поможет любопытному человеку взглянуть на эту реку именно с этой точки зрения. «Весенняя ступени» — это своего рода промежуточный итог творческой деятельности юбиляра и одновременно новый старт. В планах — создать историю Красной РСГС, охватить весь Пренисейский край. И кроме того, выпустить книгу о репрессиях геологов, работа над которой уже идет. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.